Здравствуйте, уважаемые зрители канала Виноград из Однодачи. Сегодня 10 июня. Закончились дожди и началась жара. Температура воздуха свыше 30 градусов по Цельсию. И при этом еще и высокая влажность. Много испарений. Все растения пошли в рост. Цветет шиповник, жасмин, бузина и другие. Началось цветение некоторых сортов и форм винограда. Так с утра у меня на даче зацвел виноград сорта кудерка, а к концу дня и муромец. Обычно после этого через 4-5 дней у меня на даче зацветает восторг, а через неделю полторы талисман. Через две недели кадрянка и лора. Это ориентир для тех, кто хочет применить симулятор цветения флорон. Создавшиеся погодные условия, сильная влажность и жара могут привести к вспышке грибковых болезней. Конечно, когда виноград цветет, брызгать его совершенно нежелательно, вообще нежелательно каких-либо операций на нем делать, пока не отсветется. Но если беда случилась, вспышка пошла, то нужно и побрызгать. Вот. Может быть, старайтесь брызгать так, чтобы эти химикаты не попадали на сами соцветия. В предыдущих видео были рассмотрены такие грибковые болезни, как краснуха виноградной лозы, антракноз, мильдью, оидиум, серая гниль. А это видео посвящено еще одной грибковой болезни, которая бывает на винограде. Называется она млечный блеск. Так выглядит лист, пораженный млечным блеском. Рисунок, взятый из этого атласа. Вот что написано в атласе про эту болезнь. Млечный блеск – довольно распространенное заболевание всех плодовых культур. Особенно поражает яблоню и сливу. Болезнь вызывает отмирание ветвей, а иногда и всего дерева. На лесных деревьях млечный блеск встречается реже. Появляется болезнь после суровых зим на пострадавших отморозах деревьях, имеющих повреждения коры и древесины. Листья на пораженных ветвях приобретают беловатый, блестящий серебристым отливом, как бы перламутровый цвет, как показано на этом рисунке 1А. Затем на листьях появляются различные участки с отмирающей тканью. Листья становятся хрупкими и постепенно засыхают. Древесина у пораженных ветвей и стволов приобретает темную окраску, такую же, как и в случае подмерзания. Иногда на отмирающих ветвях и стволах появляется плодовое тело гриба стереум пурпюрем, паразитирующего в древесине. В связи с этим считают, что млечный блеск является следствием заражения указанным грибом. В то же время имеются основания отнести это заболевание к одной из форм последствий подмерзаний, а появление гриба на поврежденных деревьях рассматривать как вторичное явление. Плодовые тела гриба представляют собой кожистые пластинки шириной 2-3 см, плотно прикрепленные боком к коре или растилающиеся на ее поверхности. Цвет их с поверхности серый, а с нижней стороны фиолетовый, затем коричневый на семечковых и оранжевый на косточковых культурах. Рисунок 1b-1c. Меры борьбы. Для предупреждения вспышки млечного блеска очень важно повышать зимостойкость плодовых деревьев. Это достигается выращиванием районированных, хорошо проверенных для данной местности сортов и проведением комплекса агротехнических мероприятий. Хорошие результаты дают побелка, известью коры стволов и маточных ветвей с осени, поливы, подкормки деревьев после суровых зим. Большое значение имеет своевременное лечение на деревьях открытых ран и других повреждений коры. Ветви и деревья, запылевшие млечным блеском, удаляют и сжигают. Делают это после того, как попытки их лечения заканчиваются неудачно, и листья начинают отмирать. Вот так. На этом все. Спасибо всем за просмотр, всем здоровья и обильных урожаев. До встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok